так друзья привет вечерок решили мы прокатнуться название ролика примерно так будет звучать можно ли ездить на mt резине зимой сейчас у нас где-то минус 10 минус 15 градусов снега прилично то есть забуксовать езди у нас эрнст он купил резину как резина называется кардиантов роут 1 кардиантов роут резина асимметричная то есть у нас в принципе протектор одинаковые и в моем автомобиле установлена резина китайского производства нанканг называется 215 70-16 что мы сейчас что мы сейчас с вами попробуем есть вот этот интересный маршрут спустим сначала эрнста у нас есть лебедочка из чем мы его вытащим сейчас первое пониженное и поэтому следу нужно будет проехать эти мы посмотрим как принципе mt резина будет гребсти хорошо плохо скажу сразу по когда мы переобулись выехали на накатанный зацеп намного намного хуже чем у моей липучки ли тех же шифров на резине на ней нужно ездить аккуратно по асфальту принципе нормально по снегу по сухому гребет нормально но по льду да есть такое поэтому запускаем первый автомобиль проедет потом я проеду но таким образом посмотрим как все это будет у нас выглядеть маршрут скажу честно сложный очень много камней очень много камней здесь подводных вверх нету самоблоков ничего нету то есть все у него заводское кроме ну резина чуть пошире он взял 205 до этого не стояла заводская пирели он между прочим на ней очень неплохо проехал все таки то что завода установлена то и надо ставить это уже однозначно уже не раз я это понимал да понятно что некрасиво вроде с узкой резиной но колесам и приводам намного намного легче все это будет прокручивать нежели вот эти тапочки ставить даже я рассказал вчера поставила на года что-то и расход увеличился и тяжело гад я чувствую прям тяжело машине на моей резине между прочим двойной корт стоит очень жесткая там траве не траве даже не видно что она сплющивается за наступая по пол колена проваливаясь но а 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 ну как видите что чиркает мостами я думаю все таки предел сейчас будет вон рельеф этой дороги я знаю есть булыжники торчат их не видно просто ну на данный момент так оно и получилось то есть он приехал повис на заднем яблоке висит передние колеса висят на этом все сейчас будем его выручать как ну и а и и и и и и и и Продолжение следует... По сухому снегу МТ работает, супер-пупер. Сейчас Хернст будет выезжать. Меня, когда назад выезжал, вправо сносило. Сейчас Хернст посмотрим. Вот видите, тоже самое, вправо его назад стал. По моему следу развернется. У меня два самоблока. Здесь как бы все родное. Глубоко. Но все равно МТ резина вот по такому снегу решает. Ох, сейчас он заедет. Там ямка такая. Неплохо, неплохо, ребят. Всегда надо предусматривать. Или как сказать лучше, выбирать сезонность этой резине. Вот сейчас мы двигаемся по лесополосе. Здесь, в принципе, на машинах не ездят. Но лично мне как бы не страшно. У меня есть и лебедка, и цепи в багажнике лежат. И самое главное лежит лопата. Динамические тросы лежат. Я всегда могу за дерево зацепиться и самостоятельно вылезти. Эрс, вон, если видно в зеркале, двигается за мной. Сейчас мы попробуем прокатнуться. Там есть определенные горочки. Беру видео, будет короткое. Вот, все темы можете обсуждать. Перейти в мой телеграм-канал. Прямо просто в браузере набираете. Нива 007 по-русски. И там будет мой YouTube канал, ВКонтакте и телеграм-канал. Нас там уже много, со всей страны. Мы какие-то темы обсуждаем. Тема полного привода многим интересна. То есть, те, кто в группе, тема интересна. Тема полного привода. Вот так я скажу. Так что вступайте, приходите, пишите. Делитесь своими там видео, фотками, автомобилями. Кто-то рассказывает, как с подрамником. Кто-то рассказывает, у кого какие-то блокировки. Кто-то рассказывает, у кого какая резина. Всегда интересно почитать. И я всегда там участвую, отвечаю на эти вопросы. Доблокируйся сразу. Полностью блокируйся. Первое пониженное. И в натяг пробуем заехать. Так, вы все слышали, что мы хотим сделать. Здесь подъемчик. И вверх. Уже накатано более-менее. Но все равно будет интересно посмотреть, как на МТ-резине человек заедет. Там глубоко, на самом деле, снежок есть. Здесь будет видна и работа свободных дифференциалов, как у Эрнста, и работа моих самоблоков. У меня в переднем, в заднем мосту стоят самоблоки. Как раз будет интересно понаблюдать. Напомню, впереди у меня стоит СРФМ, стальной редуктор переднего моста, вместе с самоблоком. Вот Саток, сзади у меня редуктор АВТ, сзади 10 килограмм преднатягу у меня. А впереди, я не помню, то ли 7, ну нормально, короче. Ну, у меня есть много видео, где я опечален этими работами самоблоков. Есть полноценный тест у меня, что на диагонали они не работают. Ты давай назад максимально, и с разгону, или со второй пробуй. Давай назад, назад, максимально назад, вторую, и газ-палас, и пробуй заезжать. Так как на первой пониженного не едет, сейчас максимально на горочку заедет, если заедет. Ну, как видите, движка не хватает. Просто интересно, на моем автомобиле, как это будет все выглядеть. Сейчас моя очередь, я прямо отсюда проеду, там развернусь. Первый сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Со второй попытки я удалось у меня заехать. Гребет хорошо, зацеп есть. Ну, Эрс говорит на ручнике. Я говорю, давай перезапишем. Говорю, спускайся. Ты, говорю, видел, как я на каких оборотах, как я проезжал. Резина, в принципе, одинаковая, да? Только у него нет самоблока. Движки тоже. А, хотя у меня установлено занижение. Ну, смотрим, без ручника. А внизу уже, смотрите, ледок. Ну, здесь надо топтать. Надо топтать, надо топтать. Давай, давай. Траекторию выбирать. Вот вам. Без самоблоков. Взял и доехал. На подъеме автомобиль стоит. Выгребает снег хорошо. Ну, как заметили, резина по такому снегу нормально едет. Все отлично. Ну, здесь утонуть негде. А так просто по посадочке прокатнуться приятно, прикольно. Там есть пару горочек у нас. Сейчас доедем. Продолжение следует... Сейчас мы с вами попробуем выехать. То есть я спустился с горочки и уперся. Ну, здесь снегоход катался, то есть жестко. А внизу, в принципе, глубоко. То есть я упираюсь рычагами. И попробуем по этому пласту потихонечку выехать. Пытается seguro. Рычагов... Я просто говорю, давай по-моему следу И на ту горочку попробовать заехать Видите, как выкапывается Вот с одной стороны и плохо На обычной резине резину травишь Она так сильно не будет копать Ирзик, в принципе-то, на МТ резине ездить может Но когда вы выезжаете на гололед Скорость минимум, ребята Соблюдайте все меры предосторожности Потихонечку Проехали там, где скользко Вот здесь вот, видите И МТ резина не помогает Я не знаю Если бы и этот автомобиль поставить И здесь бы он проехал Тем более я выезжал в подъем То есть на подъем Качнулся, вторая пониженная Занижение мне не давало Глушей двигатель То есть мощности хватало За счет занижения Колеса крутили Самоблоки, надеюсь, помогали Яма там Не, бесполезно на эту горочку Надо выезжать назад Небольшой подъемчик Стоковый, без лифта И Васик Выезжает Зацеп есть Все хорошо Так, давайте Первая пониженная Прям потихонечку Вправо-вправо сносит А тут еще подъем Смотрите Не знаю Я подъем Не знаю Колеса крутятся Медленно у меня Но Зацеп поймал Вправо-вправо сносит Вправо-вправо сносит снег так хрустит вообще нам надо выезжать наверно туда вот направо уходить направо и вдоль посадки но там наверно переметы будут большие здесь тоже кто-то пробовал вот здесь мне было тоже тяжело то же самое видите кажется вроде визуально что все просто куда выезжать или назад на город ехать или здесь не окрести короче надо думать о перемет побольше оборотов побольше скорости на третье пониженной выгребаем и едем хорошо верст у нас прилип говорит вернулся я за верстом мы ехали на третье пониженной газку поддали пробили и проехали я же не смог сейчас буду его дергать здесь дороги нету надо назад ехать дороги нету надо как-то разворачиваться неудобно снимать неудобно снимать это не на снега ходе есть что-то направо надо по своему следу ехать там горочка единственно что ued и Ох, чуть дерево не заехали. Давай, 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 поехали. Чуть верстно не видно. Единственная дорога, это вон на ту горочку подняться и выезжать. Не знаю, наоборот, получится. Хотя, что-то сомнения такие большие, что мы туда вообще выйдем. Тяжело. Тяжело. Так, а где там дорога-то? Надо туда будет нам с вами подниматься как. Хася, поехали. Ух, у меня получилось. Постеснялся. Газовый, 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 газовый. Все, заблокировался, вторая пониженная. Все, газ в пол. Отпусти, отпусти тормоз. Давай. Газу, газу, газ, 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 газ. Больше, 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 больше. Ура, 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 ура. Все, пока токи закончились. Не надо ехать домой. Ну что, нормально? Практика, практика, да? Страшно только одно. Не дай бог перевернется машина. Когда заезжаешь наверх... Да, здесь мы как раз катались. Здесь у нас у Форда привода ломались. Что сказать по МТ-резине в двух словах? В такую погоду, по такому снегу ездить можно. Конечно, однозначно. Отлично. Ездить можно, да. Но, говорю, по городу, если видите гололед, снижайте и потихоньку проезжайте. Да. А так, в принципе, можно ездить, да? Да, конечно. Все, видос получился. Нам надо ехать домой. Всем пока. Да. Будьте здоровы. И пакет-ва. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok